Около 7 тысяч заявлений от абитуриентов уже поступило в РГУ имени Есенина. Подать документы сейчас можно разными способами, через личный кабинет на сайте вуза или персонально. Приходят выпускники школ и бакалавриатов. Мы перед самым началом приема получили около 100 бюджетных мест на магистратуру, дополнительных бюджетных мест. Это для нас была приятная неожиданность. И сейчас мы ждем потока абитуриентов, которые будут подавать заявление именно на магистратуру. Первые поступающие в магистратуру уже привезли документы. Бакалавриат закончил Институт естественных наук в направлении туризм. Столки правления, надо проводить что-то новое. Я училась в филиале Ростовского государственного университета. Училась в городе Таганроге. Это родина Антона Павловича Чехова, очень знаменитого писателя. И решила поступать сюда, потому что зимой была в селе Константиново. Очень прониклась творчеством Есенина. Мне очень вас здесь нравится. И поэтому решила попадать сюда. Мечтаю стать хорошим учителем. Самыми популярными специальностями остаются ИНЯС, статистика, юриспруденция. Однако интерес растет и к другим специальностям, на которые еще несколько лет назад бывал недобор. У нас огромное количество заявлений на направление подготовки химии. Около 150 только на бюджет. Также люди рассматривают и платное обучение. По сравнению с моим годом поступления, на самом деле, желающих поступить на факультет, например, на химию, достаточно больше, стало только больше. И если мы посмотрим на баллы, которые были в 2019 году, когда я поступал, они стали выше. Я думаю, это больше связано с тем, что сейчас идет больше продвижение в научной сфере. Не только химической, но и биологической, экологической. И поэтому людям это более перспективное направление в будущем. Одновременно с приемом документов стартовали так называемые дополнительные вступительные испытания. Они касаются тех абитуриентов, кто поступает на такие направления подготовки, как логопедия, специальная психология, педагогическое образование физической культуры, журналистика и так далее. То есть там, где третий экзамен, это ЕГЭ. Подвести итоги можно будет только после приказа о зачислении, а пока судьбы будущих студентов вершатся прямо в режиме онлайн. Продолжение следует...